Беларусь Руслан Николаевич, доброго дня! Доброго дня, Михаил! История сотрудничества Беларуси и ШОС началась в 2010 году. Наша страна за это время, выступая в качестве наблюдателя, зарекомендовала себя как активная участница этого объединения. Но вот сейчас мы стали полноправными членами ШОС. Какие перспективы в связи с этим перед Беларусью открываются? Михаил, я бы, наверное, хотел обозначить, что это действительно очень значимое событие, в том числе в развитии нашего суверенного государства, в современной истории. Сегодня вступление как полноценного участника можно рассматривать как дополнительная точка опоры в наше непростое турбулентное время. С начала создания шанхайской организации сотрудничества Беларусь всегда рассматривала ее в качестве международной платформы для многовекторного, многостороннего сотрудничества. Но стоит отметить, что этот путь достаточно был относительно долгим. Действительно необходимо было прикладывать много усилий для того, чтобы все-таки доказать значимость, возможность, свой потенциал и уровень компетенции быть достойной страной-участницей. Стоит также отметить, что в 2006 году Республика Беларусь подала заявку в статусе, скажем так, государства-наблюдателя, но эта заявка была отклонена. И вот после подачи заявки в 2008-2010 году был подписан меморандум, в соответствии с которым наше сотрудничество началось, скажем так, со статуса партнер по диалогу. Это открыло возможности в том числе, скажем так, узнать возможности этой организации, участвовать в проводимых мероприятиях, культурных, бизнес-форумах, проводить встречи на уровне отраслевых министерств, которые нам были интересны, скажем так, направления сотрудничества. Это по уровню региональной безопасности противодействует терроризму, сепаратизму. Также это направление транспортной инфраструктуры, культурных ценностей, развития. То есть действительно это был этап. Уже на саммите в 2015 году наша страна повысила свой статус до государства-наблюдателя. Вот здесь у нас открылись достаточно широкие возможности. Это принятие участия в мероприятиях, в саммитах глав государства, глав правительства. Причем без права голоса, но в том числе с правом, скажем так, письменных инициатив. Поэтому действительно этот путь был достаточно интересным, важным. И сегодня для нас это очень важное событие. Что касаемо полноценного участника, то это, конечно, усилить наши позиции непосредственно в самой организации, а также позволить с нашими партнерами Китаем, Индией, России участвовать в том числе и в формировании нового многополярного миропорядка. Если говорить о тех направлениях, которые нам будут интересны, то следует сказать, что, конечно, это основа экономические, торгово-экономические отношения, которые мы могли бы действительно для своей стороны усилить, в том числе свой потенциал и предложить, и, значит, найти. Также интересны вопросы транспортно-логистические, интересны вопросы банковско-финансовой сферы, региональной безопасности, ну и, конечно, инновационная деятельность, потому что, ну, сегодня мы видим, что мы, значит, входим на рынки достаточно емкие, достаточно, ну, обладающие высокой степенью интеллектуальности продуктов, и перед нами вот стоит большая ответственность по реализации своего потенциала, как республики, как партнеры. Руслан Николаевич, вот затронули вы в своем ответе тему экономики, поэтому не могу не спросить. Вот мы ожидаем, что присоединение Беларуси к ШОС расширит доступ к крупнейшим рынкам сбыта, ну, как вы уже сказали, да? В том числе это поможет какие-то нивелировать, наверное, последствия все-таки санкций. Ну, понятно, что масштабы экономик стран-участниц достаточно разные. Вот если говорить конкретно про экономику, сможет ли Беларусь органично влиться в деятельность организации вот в вопросах экономических на правах участника? Ну, я думаю, абсолютно да. Причем хотелось бы отметить, что саму структуру ШОС мы можем, скажем, сбалансировать и добавить, учитывая, что все-таки мы являемся полноправным участником, десятым участником и непосредственно представляем европейскую часть Евразии. То есть здесь, конечно, очень важное и значимое географическое положение может способствовать действительно укреплению логистических связей и усиление транзита между Азией и Европой. Это, конечно, однозначно. Здесь мы должны рассматривать эти вопросы, очень внимательно участвовать. Действительно, такая инфраструктура у нас существует, но мы должны понимать, что должны создать конкуренцию сухопутного наших пути. Это морским торговым путям, потому что, если даже провести анализ Китая, на сегодня 90% товарооборота приходится на морские пути. Ну, а всего лишь 10% – это действительно железнодорожный транспорт. Вот здесь, наверное, в том числе, добавив в части ускорения грузоперевоза, в том числе путем и внедрения и цифровых технологий, мы могли бы сделать, конечно, привлекательным транзит, ну и плюс, в том числе, на глубокую перспективу. Стоит отметить, что на сегодня Беларусь обладает большими компетенциями в вопросе продовольственной безопасности. Сегодня мы являемся мировыми лидерами в поставках колейных удобрений. Мы обладаем технологией полного комплекса производства молочной продукции. У нас достаточно сильно развито сельскохозяйственное машиностроение. Сегодня нужно рассматривать и находить свое место, в том числе и в сфере деревообработки. На сегодня действительно рынки, которые для нас были закрыты в части санкционного давления на Западе, они действительно требуют все-таки нахождения новых рынков на Востоке. Ну и, естественно, наверное, вот эти вот процессы, которые сложились за последнее время, в том числе и санкционное давление, для нашей республики существует необходимость смены и вектора внешнеторговой политики. Сегодня мы направлены, скажем так, на глобальный Восток и на глобальный Юг. Поэтому ответственность в том числе лежит и на субъектах хозяйственных, которым предстоит реализовывать те программы, доступ к которым мы сегодня с вами непосредственно получим. Это и в экономической сфере, это в том числе, как я уже говорил, и в транспортно-логистической сфере. Мы должны понимать, что сегодня очень важно, рассматривая вот такие достаточно емкие инвестиционные проекты, но им и нужны инвестиции. Сегодня, являясь полноценным членом шанхайской организации сотрудничества, мы будем иметь доступ, в том числе, к финансовым ресурсам банка развития этой организации. Тоже немаловажный фактор, который мы должны с вами рационально, эффективно использовать. Поэтому, ну, я думаю, что у нас есть достаточно много, скажем так, и компетенций, и наработанного опыта. Это и, скажем, элементы технологической кооперации, это элементы и промышленной кооперации. Стоит также отметить, что у нас есть большой опыт и международной дипломатии. Достаточно сильно у нас развиты и экономические коммуникации, которые были выстроены на постсоветском пространстве, в таких объединениях, как союзное государство с Россией, где достаточно высокий все-таки товарооборот. И сегодня он, скажем так, достигает порядка 40 миллиардов рублей. Поэтому, ну, здесь очень важно сохранить эту динамику развития, в том числе, и на новые страны, партнеры с учетом открывающихся для нас перспектив. – Руслан Николаевич, ну вот не могу не спросить. Особенность шанхайской организации сотрудничества в том, что внутри нее отсутствует такая, ну, скажем, жесткая вертикаль управления. Каким образом тогда, в принципе, организация управляется? И, скажем так, вот Беларусь может ли высказывать на правах страны-участницы какие-то полезные инициативы? Ну, скажем так, сможем ли стать таким лидером мнений в организации потенциально? – Ну, что сказать лидерам мнений? Конечно же, это, наверное, очень важно и правильно. Быть донором, наверное, идей, а не вступать полноценно, как говорится, в организацию и только пользоваться теми благами, которые открываются для нас. Это тоже очень, скажем так, важно. Что же касаемо самой системы управления, то я скажу, что сама организация выстраивается на принципах шангайского духа. Это когда действительно отношения выстраиваются на принципах равноправия, взаимного уважения, принятия многообразия культур стран-участниц. Это уважительное отношение в том числе к тем, наверное, структурам экономическим, которые сложились у государства. На основании этого вырабатываются действительно основные направления развития дальнейшего развития непосредственно этой организации, в том числе с учетом интересов стран-участниц и нацелены, конечно же, на конечный результат. Вот мы видим, как незападные страны сегодня есть спрос именно на такую форму взаимодействия. Действительно, это та форма, которая сегодня, наверное, является катализатором в том числе и мирового форматирования миропорядка. Сегодня действительно важно придерживаться вот таких, наверное, принципов и подходов формирования отношений между странами. Они действительно пользуются спросом. Поэтому вот здесь это достаточно важно. Что касаемо инициатив, то хочется отметить, что сначала, как говорится, нашего сотрудничества нашим национальным лидерам неоднократно предлагались действительно, на мой взгляд, очень важные инициативы, своевременные инициативы, которые находили в том числе и одобрение у государства-участниц этого, скажем так, Шанхайской организации сотрудничества. Можно привести примеры, это из достаточно ранних, когда наш президент выходил с инициативой организации выставки Агрошос, там, где действительно мы имеем свои компетенции, готовы мы были представить свою площадку международного форума БелАгро. Значит, сегодня очень важно тоже подчеркивается вопрос инициатив по ядерной безопасности, по использованию мирного атома. Тем более, вот тот проект, который был реализован с Россией по построению атомной станции, он, конечно, добавил нам и высокого уровня компетенции в этой области, в том числе и в строительстве, и в обслуживании таких, ну, достаточно сложных, инновационных, высокотехнологичных объектов. Поэтому это тоже инициатива. Наверное, очень сегодня важная инициатива, наверное, определенная временем, это действительно противостояние информационным войнам, значит, а также фейкам. То есть здесь это тоже наша инициатива была. На мой взгляд, очень важно, когда мы выстраиваем наши отношения, понимать и культурные традиции той страны, с которой мы выстраиваем. На сегодня наш президент также выходил с инициативой по подобию славянского базара организовать форум культур ШОС на постоянной основе, скажем так, в странах-участницах. Ну и примеры этого, насколько важен этот культурный трек, я могу сказать так, что сегодня мы видим, как относятся к нашей исторической правде, к исторической памяти нашего народа, героического подвига нашего народа, когда действительно памятники боевой славы, доблести наших солдат, которые освобождали Европу от фашизма, просто-напросто уничтожаются. Конечно, это отражается болью в сердце каждого белоруса. Сегодня стоит, ну, очень даже оценить, да, вот как можно выстроить дальнейшее отношение, когда действительно мы, ну, видим, как действительно относятся к нашей истории, переписывая ее. Поэтому сегодня очень, на мой взгляд, очень важно, что вот те инициативы, которые вносит Беларусь, они носят вот такой характер, характер все-таки вот культурного тренда. На мой взгляд, это важно. Тем более мы с вами выстраиваем отношения с Востоком, а Восток по классике очень дело тонкое. Поэтому действительно на эти вопросы нужно обращать наше пристальное внимание. Руслан Николаевич, позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за то, что в наш эфир пришли, уделили время и дали возможность услышать ваше профессиональное мнение. До свидания. Спасибо, Михаил Иванович. Продолжим разговор через считанные секунды. Не переключайтесь. С нами на связи заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики учреждения образования Гомельский государственный университет имени Франциска Скарины Евгений Западнюк. Евгений Александрович, доброго дня. Добрый день. Давайте так, с АЗОВ пойдем. Что из себя представляет Шанхайская организация сотрудничества, и вот Беларусь стала полноправным членом организации. Насколько эта организация сейчас имеет вес в мире, насколько она авторитетна? Ну, Шанхайская организация сотрудничества – это, конечно же, региональная площадка для диалога, в первую очередь, и сотрудничество стран по ключевым направлениям. В политических, торговых направлениях, научно-технической, культурной, ну и различных других областях. Шанхайская организация сотрудничества сегодня является такой одной из ключевых опор справедливого, можно сказать, и многополярного мира. Как говорил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич, конечно же, это не клуб закрытых стран со своими специфическими подходами и желанием навязать повестку Дня мировому сообществу. Это клуб единомышленников. То есть это страны, которые думают практически одинаково. Ну, если не одинаково, то достаточно близко. Евгений Александрович, вот смотрите, ну, про организацию, да, про любую же судят, что называется, по делам. А вот, какие ключевые проекты, реализованные в рамках Шанхайской организации сотрудничества, вы бы могли привести в пример? Ну, тут стоит сразу, наверное, отметить то, что каждый этап развития, он таким является основополагающим в этой организации. Первым этапом это, конечно же, было становление организации, да, второй этап, можно сказать, что это развитие и становление ШОС уже как международной организации. Третий этап это расширение организации, когда в нее вступили новые участники и привнесли новые идеи и новую повестку. ШОС постоянно находится в постоянном развитии. Сегодня рассматриваются ее идеи дальнейшего расширения и углубления повестки. Поэтому можно сказать, что сейчас происходит важнейший этап развития Шанхайской организации. Конечно же, есть необходимость реорганизовать организацию реального инструмента по созданию новых инвестиционных проектов, созданию новых прорывных континентальных проектов. И на все это действительно есть возможность и средства, но не хватает именно такого инструментального подхода. Если же говорить о ключевых инициативах, то, конечно же, это цели этой организации. Но они достаточно разнообразные, начиная от укрепления взаимного доверия и добрососедства между странами и заканчивая, конечно же, создание такого демократического, справедливого, рационального, нового международного политического и экономического порядка. Ну а из таких ключевых, которые можно было бы отметить, которые действительно и важны для нас, в том числе, наверное, в содействии эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной областях. И совместное, конечно же, поддержание, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе. Евгений Александрович, ну вот хочу следующее спросить. Если мы говорим про площадь стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, то это примерно 25% земной поверхности. Если мы говорим про количественную составляющую, я говорю о населении стран, то это почти половина населения земли. Вот Беларусь после вступления в ШОС считается, и мы ожидаем, что укрепит не только экономические какие-то свои позиции, но и политические. Вот как считаете, насколько это справедливый тезис? Ну, сразу начну с того, что действительно это справедливый тезис, так можно сказать. На самом деле мы смотрим на ШОС как на такую дополнительную точку опоры в сегодняшнем неспокойном, турбулентном мире. Мы видим в ШОС организацию партнера, конечно же, единомышленника, который стремится проводить суверенный и независимый курс на основе взаимного уважения культур, традиций, цивилизационных подходов. Также, безусловно, ШОС для нас это дополнительный инструмент реализации нашего внешнеполитического курса, который предполагает движение, конечно же, сегодня в сторону глобального Востока. Можно даже утверждать, что в глобального юга. Президент Беларуси при сотрудничестве, конечно же, с другими странами и организациями всегда делает акцент на экономику. В то же время и экономика не может развиваться сегодня в небезопасной среде. Поэтому ШОС для Беларуси это не просто международная организация, это такая стратегическая перспектива и прежде всего в инвестиционном взаимодействии, торгово-экономическом взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной структуры. Беларусь, конечно же, очень заинтересована в сотрудничестве со странами растущей семьи ШОС в области безопасности, борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком и торговлей людьми. Но самое главное все-таки, мы вместе наглядно сегодня уже демонстрируем всему миру, что есть альтернативные международные площадки, другие центры силы, где без превосходства и доминирования слышат голос и уважают интересы всех, без исключения государств. Евгений Александрович, позвольте следующий вопрос. После вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, Минск может стать, как утверждают эксперты, таким мостом между Западом и Востоком, можем даже, наверное, сказать, частью нового шелкового пути. Но если касаться экспорта, мы говорим про взаимную торговлю, да и импорта, в принципе, тоже, тут первоочередным встает вопрос логистики. Насколько этот вопрос решаем? Ну, как раз Александр Григорьевич Лукашенко давал интервью и тоже подчеркнул, что ШОС – это организация, в первую очередь, для созидания. Она не направлена против кого бы того ни было, да, это то, что сегодня, конечно же, востребовано и полностью отвечает духу нашей политики. Беларусь являлась не раз местом для переговоров по вопросам мирного урегулирования. Мы последовательно приглашаем к диалогу все страны и международные организации. В прошлом году Беларусь как раз выдвинула инициативу о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Беларусь с ее экспортоориентированной экономикой, как никто другой, заинтересована в сопряжении транспортно-логистических потенциалов ЕС и ШОС. Формирование устойчивого транспортно-логистического каркаса евразийского континента с маршрутами, которые обеспечивают необходимую пропускную способность – это, конечно же, одна из ключевых интеграционных задач. Причем как в Евразийском союзе, так и в ШОС. По большому счету, конечно же, без сегодня конкурентоспособной логистики не может идти речь об эффективной системе торговых отношений в этом большом регионе. Евгений Александрович, а вот если говорим с вами про экономику, то понятно, что мы не новички, но новая страна-участница в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Но понятно, что какие-то связи со странами-участниками уже наработаны. Как они сейчас выглядят и кого из партнеров можно называть наиболее приоритетным? Ну, на самом деле, эти партнеры уже давным-давно известны. Да, это, конечно же, наша соседка непосредственно, это Российская Федерация, это Китай в том числе. Минск рассчитывает на то, что членство в ШОС действительно укрепит не только политические позиции на международной арене в условиях западных санкций, но и позволит нарастить, конечно же, сбыт белорусской продукции. Большинство стран-членов ШОС – это, конечно же, импортеры агропродукции в значительных объемах. Поэтому в Беларуси членство в ШОС, конечно же, следует использовать для диверсификации сельскохозяйственного экспорта. В частности, нам необходимо участвовать в программах продовольственной безопасности ШОС. Хорошие возможности у Беларуси также по экспорту в страны ШОС продукции машиностроения и интеграции в этот такой крупный азиатско-европейский трансконтинентальный транспортный коридор. Экономический потенциал сотрудничества Беларуси со странами ШОС обусловлен прежде всего взаимодополняемостью этих экономик. Вместе с тем следует, конечно же, учитывать значительные различия в масштабах экономик, стадиях развития и темпах экономического роста. И это является действительно такой ключевой проблемой, которую нужно решать при выстраивании взаимовыгодных отношений. Китай и Россия, как я сказал, это основные торговые партнеры Беларуси. И как раз-таки сложность состоит в том, что с этими странами, как правило, у Беларуси существенно отрицательное сальто. Евгений Александрович, ну и завершающий вопрос. Время эфира ограничено, но не могу не спросить. Вот как считаете, сотрудничество в рамках ШОС для Беларуси будет полезным для того, чтобы а. нивелировать последствия санкций, которыми на нас Запад давит, и б. ускорить работу в области импортозамещения? Конечно, это сотрудничество будет весьма полезным. И мы действительно видим необходимость более активного участия в семье ШОС, в решении глобальных вопросов той же продовольственной безопасности, во многом, конечно же, вызванных односторонними принудительными мерами. Одно из очевидных сегодня последствий незаконных санкций – это серьезное обострение проблем голода в мире. Оно из уже очевидных сегодня вызывает серьезные проблемы в мире. Ну, например, здесь можно привести ограничения на транзит белорусских калийных удобрений. Они составляют порядка 20% их мирового производства, что уже спровоцировало серьезный рост цен. И, как следствие, многие страны, кто-то были вынуждены, кто-то еще может отказаться от их использования, ухудшив качество и сократив объемы урожая. Поэтому Республики Беларусь, конечно же, это потенциальные возможности, дополнительные возможности по сравнению с теми, которые были, ну, как полноправному члену ШОС. Евгений Александрович, позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за уделенное время, за то, что в наш эфир пришли и дали возможность услышать ваше профессиональное мнение. До свидания. До свидания. Беларусь рассматривает ШОС в качестве международной площадки для определения конкретных механизмов развития сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности и наркотрафика. Мы также выступаем за укрепление экономического измерения ШОС в качестве важнейшего фактора стабильности в евразийском регионе. Словом, впереди большой объем работы. Спасибо, что смотрели. Это телеканал «Беларусь-4 Гомель», Михаил Садовский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова